друзья все очень здорово сейчас 16 часов 14 минут то есть ровно час с того момента как мы приземлились в аэропорту анталия все мы уже друзей выезжаем выезжаем по нашим отелям сейчас развезут нас по отельчиком смотрите там еще народ не собрался погодка пасмурно но горю тепло а а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья, доехал я до отеля. В принципе, где-то час двадцать примерно это заняло времени. Хеллоу! Спасибо. Вот, заходим мы в фойе отеля, на ресепшн. Такие классные тут двери. Ну, очень, на первый взгляд, очень-очень неплохо. Заходим, встречаю цветочки. И сам ресепшн. Ресепшн. Обрасвечивает. Все. Отлично, спасибо. Так, друзья, заполнили такие вот документы на регистрацию. Обязательно хэс-код. Уже я оформился. Сейчас жду, когда мальчик придет, чемоданчик отнести. И посмотрим, что дадут мне за номер. Маша должна была мне помочь. А Маша это гост релэшн. Я так понял, что она сидит вот здесь. Вот, такой, смотрите. Еще раз показываю ресепшн. И здесь такая есть информация на ресепшн, что новоприбывшие гости начинают пользоваться фигами отеля после двенадцати тысячи. Стоимость завтрака для новоприбывших гостей составляет пятнадцать евро с человека. И информация о том, что с тридцать первого десятого аликарты ресторана не работают. Спасибо за понимание. Вот такая информация. И вот сам холл ресепшна. Лифты. Цветочки. Неживые цветочки. И вот вход в ресепшн. Ну, в принципе, очень-очень неплохо. Все свеженькое такое. Действительно, ремонт был. Ремонт хороший. Но завтра покажу вам более детально. Вот такое первое впечатление. Итак, друзья, номер у меня на втором этаже. Номер 2202. Написано для некурящих. Заходим в номер. Это номер мне сказали стандарт. Заходим. В принципе, все действительно новое. Ремонтик сделан. Открываем шкафчик. Здесь сейф. Сейф работает. Сейф большой. Очень-очень все здорово. Есть вешалки. Есть дополнительная подушка. Сказали, донесут одеяло. То есть, все новенькое, классное. Так, давайте мы карточку сюда вставляем. Вот так вот она. Дальше здесь всякие пакетики. Есть даже для обуви такая штучка-ложечка. То есть, предостаточное количество полочек. Дальше, смотрите, ванна. Все тут, ну, видно, что действительно новое. Не какой-то там косметический ремонт. Нормальное. Все новое. Новые включатели. Все новое. Плиточка, смотрите. Дальше здесь у нас есть дозатор для мыла. Дальше здесь есть еще вот всякие такие причин дали. Здесь кондиционер. Кондиционер. Что здесь еще какие-то всякие штучки, дрючки. Всякие шапочки, наверное. И так далее. Надо будет еще что-то там попросить, наверное. Не знаю. Ну, как бы, что-то, да, есть. Шампунчиков нету. Можно будет попросить шампуни. Есть фен. Работает. Есть такое зеркальце классное. Смотрите. Здесь такое зеркальце. Ну, видно, что, друзья, все очень-очень новое. Так. Классная такая раковина. Для, ну, вниз полотенчика на пол. Здесь полотенца запечатанная, смотрите. Туалетная бумага. Сам туалет. Все чистенькое. Здесь тоже все чистенькое. Все блестит. Плиточка новенькая. Дальше здесь, вот видите, все тоже классное такое. Вот. Вот здесь тоже душ. Такой вот душ. Вот. Ну, очень-очень неплохо. Дальше мы, то есть, дверка, смотрите, все классно. Здесь тоже напольное покрытие, ламинат. По светильникам. Чтобы нам посветить. Так, это вот здесь. Ага, еще здесь как-то оно включается. Как оно здесь включается? Ага, вот так. Есть, смотрите, USB. Выходы для зарядки. Классно. Розеточка одна. Это кондиционер. Вот такой. Все работает красиво. Большая такая кровать двуспальная. Телефон. Тумбочек нет. Вот такие типа табуреточки. Здесь тоже включатели. Здесь вот такие лампочки горят. Такие шторки. Здесь торшер. Торшер. Как торшер включается? Не знаю. Это выключается. Вот, смотрите, телевизор, кстати. Такое зеркало. Место для чемодана. Есть пуфик. Пуфик. Куда, извините меня, ложить мусор. Дальше здесь у нас холодильник. Холодильник. Здесь три бутылочки воды. Такой. Видно, что новенький холодильничек. И вот так вот выглядит номер. Я не знаю, стандарт это не стандарт. Ну, сказали, что в стандартах есть мягкая какая-то еще мебель. Типа какой-то креслицей такая. Ну, здесь, видите, тут есть небольшой номер. То есть это явно не стандарт. Вот. И выход. Вид из окна. Смотрите, здесь такой французский балкончик. Вид прекрасный на горы. Это вход на ресепшн. В принципе, нормально. Вид прекрасный. Ну, не на, конечно, море. Но ничего страшного. Вот такой вид. Все нормально. Друзья, на ресепшн я попросил одеяло. Вот такие просто как бы одеяло. Ну, чисто летние. Ну, и то нормально. Итак, друзья, первый день пребывания в отеле. Сейчас вечер. У меня второй этаж. А вот такой тут интересный вид. Открывается у меня со второго этажа на холл отеля. Вот он так выглядит. Довольно-таки интересно. Сейчас я спускаюсь на лифте. И попробую пройтись к морю. Не знаю, может мне будет холодно, конечно. Я так вышел. И по летнему, и по осеннему. Друзья, сейчас гуляю по отелю. Не знаю, будет видно или нет. Но вот. Смотрите, вот это пирс. И там такое море душующее. Вот сама территория. Что-то опять накрапывает дождик. Надо бегом идти в номер. Это барчик. И вот так оно. Ну, я не знаю. Просто так, чтобы было видно как-то. Может быть, что-то есть. Так, что тут показывают? Сейчас 19.40. Что-то не то время. 19 градусов. Да, дождик кап-кап-кап. Ну, вот отель. Вот он отель. И вот тоже. Итак, друзья. Набрал я себе еды. Конечно, ну, как всегда, как первый раз. Хочется всего много и всего попробовать. Конечно же, мы любим ароматный суп. Здесь индюшка гриль. Потом курочка гриль. Всякие баклажанчики, перчики. Здесь морепродукты. Салатик такой классный с соусом гранатовым. Сладости. И фруктики. Вино. И сок ананаса. Так, друзья. Вот так вот. Такая вот еда на вечер, на ужин. Это не показал я, что так же есть на столах салфеточка. Вот такая запечатанная с солью и перцем и зубочисткой. И здесь, получается, вот такие запечатанные ножик и вилочка. Ложка берется отдельно. Все на таких вот, смотрите, бумажных, такие бумажные салфеточки лежат на каждом столе. Так что все очень классно. Стулья, мебель, смотрите. Все новенькое, красивенькое. Столы тоже выглядят все прекрасно. Ну, видно, что ремонт здесь был. Все. Теперь приятного фига. Да, сегодня такой пасмурный, дождливый денечек. Я вечером приехал в этот отель. Сразу дали номер. Все нормально. Нас заехало в этот отель 5 человек. Радует, что все-таки пирс работает. Хотя уже конец сезона. Хотелось сегодня мне поплавать, но, к сожалению, из-за того, что такие волны, еще это не удалось сделать. Отельчик. В принципе, вот ночной вид. Я не знаю, будет видно или нет. Очень, как бы, неплохо. Он такой компактный. При въезде в Кемер, это второй, буквально, отель с левой стороны, возле моря. Первое впечатление, в принципе, неплохое. Неплохое. Единственное, конечно, здесь номерной фон такой интересный. Но это я в отдельном видео покажу и расскажу. Первое ноября 2021 год и цель моей поездки в Турцию, в Турцию, это закрытие сезона 2021 в Турции, стоит ли ехать. И вот, друзья, первый день моего пребывания. И можно сказать, да, первый блинкомом, да, идет дождик. Идет дождик. Море, извините меня, волнуется, если видно. Но есть положительные моменты, чтобы пирс все-таки не разобрали. И есть надежда на то, что все-таки можно будет поплавать завтра, наверное. Вот так вот завтра, обещаю, тоже дождик. Поэтому вот такая вот погода. Но, но, друзья, смотрите, я вот реально, я вот в рубашечке, да, сверху просто я накинул жилетку. Мне тепло, температура 19 градусов. 19 градусов и очень комфортно. В номере, в номере температура 25 градусов. У меня крабик Гоша мой там и ждет. Ждешь, когда же я буду замерять температуру моря и бассейна? Завтра все это будет. Поэтому, друзья, вот первый, первый день, первый день моего пребывания на море походим к концу. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И, друзья, всего вам наилучшего. И до новых встреч будет очень-очень много интереснейшего видео. Это закрытие сезона 2021 Турция. И хочу сразу отметить здесь в отеле очень немного интересных локаций. Смотрите, такая лавочка. На нее можно сесть, покататься и наслаждаться моречком. И также, конечно же, пирс. Вот я считаю, что очень классно здесь продумано. Вот сейчас вечером, да, ходите. Горят, смотрите, фонарики. И фонарики горят также на пирсе. Нигде в других отелях, вот видите, там как бы... Хотя нет, вот тоже там фонарики есть. Это другой уже отель. Ну, в принципе, я считаю, очень неплохо. Наслаждаемся еще шумом моря. И, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok